всем привет ребята итак у нас прошло официальное открытие в москве и как я и вам обещал мы договаривались кто-то не видел кто-то не помню кто-то забыл и так далее в общем я говорил что как только придет официальное открытие фактически в москве я дам финансовый отчет сколько мы потратили сколько у нас в итоге в остатке что затратили что осталось сколько продано было билетов это делается для чего ну во первых что вы понимали что все-таки это не коммерческая история чтобы не было этих разговорчиков а понятно малаша там билетов по на продавал и обогатился что там какие-то не несметные сокровища в итоге вот зарабатываются на ребятах которые купили билет поэтому сейчас я вам сейчас я вам зачитаю сколько сколько потрачено сколько осталось и самое главное что мы будем делать с финансовым остатком я вам сейчас сделаю голосование внизу дамы коллективно решим что сделать с оставшиесями оставшимися деньгами что мы будем с ней в общем делать я предложу два варианта развития событий самые такие нормальные адекватные и мы решим и так северный человек открытие аренда площадки 245 тысяч рублей плюс ндс дополнительное техническое обслуживание 52 тысячи триста тридцать пять рублей 15 копеек тех сопровождение плюс персонал 57 тысяч 500 плюс ндс аренда точек реализации дополнительное оборудование 33000 плюс ндс персонал охрана альфы 100 тысяч рублей наличными да пришлось отдать а сканировщик плюс пойти грузчики продажа билетов в итоге у нас выходит минус 6 процентов комиссия б а равно один миллион двести пятьдесят три тысячи насколько я понял нет 1 миллион двадцать пять тысяч сейчас я гляну подождите-ка с копейками пишут путаешься в цифрах да по моему до 1 миллион двадцать пять тысяч триста пятьдесят два рубля ну там погрешности маленький есть минус налоги семь процентов короче ребят в итоге у нас чистыми как говорится мы все оплатили все сделали у нас осталось четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот сорок два рубля двадцать одна копейка в общем вот так даже я вам рассказал до копейки теперь что предлагаю я есть два варианта развития событий как мы с этими деньгами распорядимся первый вариант мы их можем отправить на благотворительность кто-то начнет сейчас говорить про гуманитарку ребят я уже про гуманитарку знаю там столько людей работает по гуманитарке что заливаются там уже сотни миллионов рублей от наших вот этих вот ничего не изменится ну реально то есть я это говорю не потому что я просто придумал я вот встречался с некоторыми людьми снег господи секции ребят ночь у меня была такая мало сна чуть-чуть мысли путаются я разговаривал с многими людьми которые непосредственно работают от серьезных людей которые заливают туда большущие деньги вот нам рассказали разные случаи я вам говорю там движухи много хватам бы то есть от наших вот этих вот денежек там чего-то кардинально не изменится в общем что мы можем сделать первое отправить деньги на благотворительность выберем там кого-нибудь на лечение отправим также сделаем отчет что вот пожалуйста эти деньги ко мне даже заходить не будут они сразу с расчетных счетов поступят на расчетные счета либо либо мы можем сделать второй вариант потратить эти деньги на развитие непосредственно объединения северный человек в чем развитие состоит во первых ну давайте так развитие не развитие у нас есть неоплаченные счета вот например мы берем илью дурману илья дурманов это человек который организовал открытие москве полностью от нуля все договоренности безопасность площадка все он проверял все дел плюс ко всему это тот кто который сделал все футболки все наклейки это полностью дел один человек его зовут я дурманов все это сделал он он не взял за это ни копейки за свою работу мишня на идее мне хорошо ну как сказать я я вижу круто все получается я хочу иметь причастность я буду делать учитывая что как бы но это специалист такой 12 лет мы вместе я вам так скажу что за 12 лет мы были по всем уголкам россии с концертами с разными мероприятиями это были большие спортивные мероприятия настолько уставшим я его как на открытие бедения северный человек настолько уставшим я его не видел ну видел наверное ну наверно раза два за все время наше совместное работа он был просто вот такущий ну он сделал огромный объем работы я считаю что все таки он достоин того чтобы он получил гонорар за свою работу которую выполнил сделал огроменную работу все кто был в москве я ему в зале выражал отдельную благодарность ему все аплодировали потому что он проделал титанический труд и взяв ни копейки я считаю что все таки если есть вот этот остаток ну почему бы нет получил бы хороший гонорар у него трое детей вот плюс ко всему нам сейчас нужно выплачивать дальше зарплаты северный человек мы сейчас вот как раз таки едем на встречу по здравствуйте по грантовой основе начинается работа тоже люди будут получать плюс ко всему ну все таки придется мне все таки наверное снимать дополнительные помещения потому как вот мой кабинет описательские всего 15 квадратных метров и вчера здесь вчера у нас были встречи там люди практически друг у друга на головах сидели потому что обороты растут надо расширяться видимо нужно снимать кабинет уже квадратов на 30 где можно будет еще сажать дополнительных людей короче растрат ребят хватает в общем мы это можем потратить как на благотворительность так и вот на то что я предположил придут ты господи предложил ребят я серьезно извиняюсь у меня сегодня практически бессонная ночь была в общем я внизу сейчас делаю опрос и вы выбираете куда мы направляем эти денежки как скажете в принципе так и сделаем коллективным решением что тот вариант что тот вариант в принципе достойно внимания решать